Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Юмор в большой политике. Мой пресс-сервитарь. Он несёт иногда такую пургу. Почему Путин шутит и просвоит день рождения? Это не национальный праздник. Самые яркие выступления. ЦК цыкает, а ЧК чикает. Готова. Мы подготовили то, что ещё никто не видел. Вот Владимир Владимирович, подъехал. Хорошо. Что-то перекусить неправильно. Эксклюзивное интервью президента. Новые фрагменты. В большой политике вообще-то нет друзей. Назвал щенком Путина. Есть таблетку? Дайте таблетку. Мы снова покажем больше остальных. Мы к этому же привыкли. Добрый вечер. На этой неделе Владимир Путин дал содержательное и очень важное интервью моему коллеге и сведущему Павлу Зарубину. Это интервью президента во многом стало определяющим. Например, именно усилиями России удалось добиться, чтобы представители Армении и Азербайджана сели за стол переговоров. Понятно, что сложных вопросов впереди ещё немало, как во внутренней, так и в международной повестке. О них много говорили на этой неделе на разных встречах. Но начнём всё-таки с интервью. Павел, вам слово. Не все фрагменты того интервью уже показаны. Многое сейчас будет в эфире впервые. Смотрим. И под конец рабочего дня Путин снова идёт к спецкоммутатору. Сразу после интервью ещё работа. Вскоре станет известно, в тот день впервые выполнен пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Здравия желаю, товарищ «Циркон» главнокомандующий. Новейшее ещё несколько лет назад строго секретное оружие. Прямое попадание точно в цель. Большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей России. Это то, что демонстрировалось публично. Но за кадром ещё море событий, среди которых особенное место занимали переговоры с лидерами Азербайджана и Армении. Готово? В прямом смысле слова, самая горячая тема последних недель. Как журналист не могу не спросить, как вы оцениваете события вокруг Нагорного Карабаха? Ну что ж, это трагедия. Мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов, по нашим подсчётам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут. Большие потери. Большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого ещё далеко. Но во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать. Поздно вечером 8 октября становится известно, после призыва Путина в Москву, к Лаврову, приедут министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Десятичасовые переговоры. Конечно, каждое слово в том интервью Путина про события вокруг Карабаха имеет большое значение. Вторая часть президентского комментария. Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но, как известно, боевые действия, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения России своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения России своих союзнических обязательств не возникает. В очередной раз уже в новейшей истории Киргизии там снова сложилась очень острая внутриполитическая ситуация. Что Вы по этому поводу? Мы надеемся, что всё обойдётся мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. Как можно быстрее это должно произойти. Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. Я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном. У нас большой объём совместной работы. О событиях и в Киргизии, и вокруг Карабаха, и вообще о международной обстановке с Путиным подробно хотели поговорить лидеры парламентских фракций. И вот до начала они бурно обмениваются мнениями друг с другом. Особенно активен, конечно, Жириновский. Ждут Путина. Когда Путин приходит, то неожиданно оказывается, что Жириновского в кадре нет. Давайте. Смотрите, Владимир Владимирович. Уважаемые участники в мероприятии, займите свои места. Свободные несколько секунд Путин с интересом рассматривал тот экран, в котором был виден интерьер комнаты Зюганова. Я, Игорь Ильич, за спиной портрет Пушкина. А где же Владимир Владимирович? Карл Маркс. А вот я Владимир Владимирович подъехал. Хорошо. Начали что-то перекусить. И правильно. Давайте. Уважаемые коллеги, добрый день. Про портреты Ленина вспомнили и во время разговора. Снова звучала критика так называемого либерального курса правительства. Путин с такой оценкой не согласился и напомнил, как много денег выделено на поддержку во время пандемии. Своих денег, а не взятых за рубежом. Как это было раньше, когда кредиты давали с условием, что будут диктовать еще и политику. Я это очень хорошо помню. Это было фантастически неожиданно для меня. Но это было. Я участник этого процесса. Мы должны быть сильными и независимыми. Или мы вообще не будем никакими. Высказав вроде бы все, что хотели, лидеры парламентских партий попросили еще и о разговоре по закрытым линиям связи. Сейчас, секундочку. Сейчас коллеги технически здесь должны были предпринять какие-то действия. И буквально через две минуты мы с вами продолжим. И очень вероятно, что речь в том числе шла и о событиях в США. Фактор России там снова стал чуть ли не превалирующим во время президентской гонки. Байден назвал Трампа, цитата, щенком Путина. Вот учитывая, что они все время про вас говорят. Я бы хотел задать вопрос, на который вы, наверное, бы не хотели отвечать. Но тем не менее, я его все-таки задам. В этой гонке чья позиция кандидата Трампа или кандидата Байдена вам ближе? Позицию кандидатов в президенты любой страны, в том числе и такой великой державы, надо прямо об этом сказать, как Соединенные Штаты Америки, должны оценивать избиратели этой страны. Мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся. По поводу взаимной жесткости, либо оскорблений, что можно сказать? Это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковое. Кстати говоря, когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами. Говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льёт, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу. Но, повторяю, это всё-таки не наше дело, пусть они там разбираются между собой, так как считают нужным в контексте происходящих событий. Но, говоря о предпочтениях, что можно сказать? Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последние годы. При президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикции и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьёзный шаг очень. И, на мой взгляд, очень опасный. Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из договора по открытому небу. Но тоже нас это не может не беспокоить. Тем не менее, повторяю ещё раз, товарооборот вырос во время президентства Трампа. Её вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. То есть, понимаете, есть и плюсы, есть и минусы. Что касается кандидата от Демократической партии. Ну, что можно сказать? Мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику. К сожалению, мы к этому уже привыкли. Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Ну, во-первых, Демократическая партия традиционно, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и Коммунистическая партия. Но я был всё-таки почти 20 лет, 18 лет был членом Коммунистической партии Советского Союза. Был, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, и идейным членом партии. И многие из этих ценностей левого характера, они мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, что же здесь плохого? Это сродни христианству, на самом деле. Трудно реализуемы в реальной жизни, но, тем не менее, они очень привлекательными являются. Но это далеко не всё. Например, кандидат Байден, он публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ, или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем. Поэтому мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ. Вы 10 дней назад выступили с призывом к США возобновить сотрудничество в сфере информационной безопасности. А ответ какой-то последовал? Нет. К сожалению, так же, как и по ряду других наших инициатив по этой, считаю, очень важной теме, ответа нет. Хотя есть продолжающиеся претензии к нам по поводу нашей якобы гиперактивности в информационной сфере, в вмешательстве выбора и так далее, совершенно не имеющие под собой никакого основания. Но мы не в первый раз формулируем это предложение. Надеемся, что в реализации сделанных предложений, в работе над ними все заинтересованы. Мы не теряем надежду на то, что мы сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Соединенными Штатами. Добрый день. Сугубо внутренних событий на президентской неделе тоже было немало. Вот что привезли Путину члены Совета по физкультуре. Планов громадье. Но хорошо бы дал понять Путину выполнить то, что давно было поручено сделать. Приравнять тренеров по статусу к педагогам. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года. А ВОЗ, к сожалению, и ныне там. Тренер проводит со своим воспитанником, я называю своих спортсменов именно так. Иногда больше времени, чем родители или даже учитель в школе. Премьер Мишустин на следующий день потребовал от подчиненных быстро все сделать. Статус педагога. Не только слова приятные. Речь о конкретных вещах. Стажи, размере отпуска, пенсии. А сейчас, во время пандемии, многие тренеры вообще неделями живут вместе со спортсменами на закрытых базах. Ситуацию с коронавирусом в России постепенно изменит вакцина. Украинский политик Медведчук хочет, чтобы эта вакцина появилась и в его стране. В моем окружении уже очень много. И близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались. И сотрудники, кто вокруг меня работает. Если взять, ну, что, 50, ну, где-то 7-8 человек, у них температура поднималась. Незначительно поднималась. Но затем появляются титры, надежная защита. Поэтому, еще раз повторяю, мы с Украины точно готовы к этой работе. Официальные власти на Украине, впрочем, точно ни к чему не готовы. Да, официальные власти на Украине точно ни к чему не готовы. Павел, вы вакцину сделали? Нет, не сделал пока. А у меня 14-го числа, 2-я будет. Так что, я вам расскажу. Подтягивайтесь, присоединяйтесь, граф, присоединяйтесь. Всем расскажите, всем расскажите. 7 октября Владимир Путин отметил день рождения. Президенту России исполнилось 68 лет. В его адрес, естественно, поступило множество поздравлений. О том, как Владимир Путин сам относится к этому дню, он тоже рассказал в интервью Павлу Зарубину. Ну, конечно, Путин вряд ли хотел бы на эту тему говорить. Но вот мы ее расспросили. А почему он говорить про это, в общем-то, не хочет? И что ему дарят внуки? Ваш день рождения? А почему так обычно бывает, что в публичной плоскости вы, скажем так, этой темы избегаете? То есть вот мы за эти годы, ну, может быть, дважды так совпадало, что видели вас в день рождения на зарубежных саммитах? В том году вы вроде были в тайге. Но больше никто ничего про ваш день рождения обычно не знает. Почему так? Не знаю даже, как вам ответить. Ну, это мой день рождения. Это не национальный праздник. Поэтому, мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно. И думаю, что вот в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения в кругу своих друзей, своих близких, вне зависимости от служебного положения. Говорят, что с годами друзей больше не становится. Наоборот, считают, что их меньше становится. А вот в большой политике как происходит? В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляют тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью. Это совсем не значит, что нельзя, или запрещено, или вредно иметь хорошее отношение с коллегами. Напротив, хорошее отношение между людьми, они всегда помогают в решении самых сложных проблем. И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, то это осложняет работу в интересах как раз своей собственной стороны. Поэтому, я думаю, что речь может идти не о дружбе, хотя могут складываться и складываются как между всеми людьми, либо хорошие отношения, либо не очень. Но прежде всего, человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах. Я вам представитель, шквал звонков. А есть те люди, чьих поздравлений вы вот именно ждете? Это мои близкие. Близкие мои друзья, дети, внуки. Именно ждете? Ну, конечно. Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. А у внуков какие бывают подарки? Это поделки? Поделки бывают, да, тоже. И поделки, рисунки. Просто поздравления. Кстати, фраза про ненациональный праздник, она не случайна, потому что в течение 15 лет 7 октября был национальным праздником, был День Конституции. Советская Конституция, принятая в 1977 году. Так что это не оговорка и не случайная фраза. День рождения президента, конечно, не национальный праздник, но мы все-таки приготовили небольшой подарок. Впрочем, скорее не президенту, а нашим зрителям. Ну вот давайте просто на секунду вспомним даже фрагменты вот уже вышедшей части нашей программы реакцию Путина на исчезновение Жириновского или вот эти как раз слова, что его день рождения не национальный праздник. В общем, без юмора, что называется, в большой политике, судя по всему, никуда. И тогда вспоминаем лучшие шутки и неожиданные заявления Путина. Караул. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. И фамилии у них какие-то странноватые. Еврейская семья и муж ходят дома голый, совсем, но в галстуке. Жена спрашивает, ты чего творишь? Чего раздетый ходишь? Он говорит, ну слушай, я могу дома расслабиться? Ну, в принципе, да, конечно. А зачем в галстуке? А вдруг кто придет? Вот. 2000 год. Весь мир еще присматривается к новому президенту России, открывая для себя, что Путин человек, который любит юмор, метафоры и, что называется, за словом в карман не полезет. Если вы меня спросили, нужно ли это делать по Чубайсу, я могу сказать нет. Делать нужно по уму. Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Вот то же самое происходит в сфере свободы средств массовой информации и власти. Не суразится, это сапоги в смятку. Так и хочется спросить, сказал? Сказал. Сам-то понял, что сказал? Если человеку все устраивает, то он полный идиот. Когда человек перестает удивляться, ему пара на кладбище. Удивлял Путин своими высказываниями многократно. Но это редко, когда шутка ради шутки. Чаще яркий образ, чтобы вскрыть проблемы и затем решить их. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Мне говорят, а вы чей шпион? Американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В седьмую, в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. И вас спрашивают, а задания-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте. Не мешайте людям работать. Вот совещание по развитию туризма. Сейчас сложно представить, а ведь раньше даже на лучших курортах в России для отдыха было далеко не все. В таких местах, наверное, рождаются известные шутки. Гриша, иди купаться. Зачем, мама? Плавать я не умею. Пока не хочу. Импровизация на ходу. Вот Путин увидел поднявшийся для встречи президента в зал Петербургского форума. Вольно. А вот обратился к одному из сотрудников службы охраны. Поделитесь такой здоровый. Фразы, вмиг становившиеся хитами. Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили за одно место? Почему за одно? Потом Саакашвили встречался с Ющенко. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть и так. Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не ровен час. Но вы меня понимаете. Владимир Владимирович, я точно без галстуков могу проводить ужин. Слопает гости Ющенко еще галстук. Ну а с украинскими лидерами времен Второго Майдана Путин перешел на понятный им язык. Где деньги? Пусть деньги вернут. Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 30 миллиардов, они нам должны... Пусть деньги вернут. В 2014, Herr Президент Путин, был частью Украины в Украине в Украине. Что это значит? Это значит, что Украина сегодня, 100 лет назад, часть... Для европейских лидеров, привыкшим долго и много говорить, но при этом по сути не сказать ничего, участие в форумах с Путиным всегда было реальным испытанием. Вот один из них в условиях мирового экономического кризиса. Российский президент не всегда выражается тихо, но иногда и несколько громко. Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. Госпожа федеральная канцлера сказала, что она пока не знает, кто несет ответственность за рекапитализацию проблемных банков. Я сейчас скажу шепотом, надеюсь, что не за счет клиентов. Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Он ей говорит, знаешь, нам придется продать Мерседес, нам придется купить Ладу, ну нормально. Придется переехать из осободняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве, нормально, нормально. Ну ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Вот посмотрите, что она сказала. Отношения России и Европы, это как отношения икры и водки. Но икра и водка это российские продукты. Это продукты российского происхождения. Значит, они ведь привыкли в Европе как? По известному принципу. Сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну дрова тоже в Сибирь надо иметь. Что вы? Молниеносная реакция в любых ситуациях. На Путина и Меркель буквально налетают полуобнаженные девушки из движения «Фемин». Меркель вздрагивает. Путин успевает рассмотреть детали и вот так отреагировать. Бруско не судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. В жестких политических дискуссиях без анекдотов в тему тоже зачастую никак. Присядьте, пожалуйста, присядьте. Да не о поголовье идет речь. У нас голов много. Мяса мало было всегда в Советском Союзе. Вот в чем все дело. И мясные электрички, помните, наверное. Длинное, зеленое, мясом пахнет. И что такое? Электричка в Москву. Колбасу положите в мясу. Вообще-то она все прощает. Верни колбасу, все прощает. В гости приходят друзья к друзьям. И спрашивают, вы руки будете мыть с мылом? Да. Но тогда чай будете пить без сахара. Потому что и то, и другое слишком много. Слишком жирно. Партийное собрание. Один из участников, Абрам Семенович, поднимает руку и говорит, ты посиди. Знают уже там. Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Нет, посиди. Он говорит, ну одно слово. Ведущий подумал. Он говорит, ну одно слово скажет. Он встает и говорит, караул. Чем ЦК, ну, видимо, вот отличается от ЧК. ЦК цыкает, а ЧК чикает. Мы ничего чикать не собираемся. Но президентская шутка – это не только слова. Это вам на память. Пошка ведь сзади. Хочу подарить ему самоучителя английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении. Однако, по понятным причинам, наиболее яркими стали последние годы, когда Запад отбросил все нормы дипломатических приличий. Первые санкции после прилета в Россию с Ноудена. Он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Так Россия попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году? По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать. Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения, что ли? За посещение которых у вас работы выгонят потом? Нет. Это просто истерия какая-то. И никак не можете прекратить. Ну, таблетку, что ли, надо дать вам какую-нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку туда какую-нибудь. Ну, правда, честное слово. Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы, а не что все неправы. А вы читали эти отчеты? Я публичную, общественную версию, которая не засекречено читала. Публичную, общественную версию. То есть никакую. Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может. Евреи виноваты. Прекратите. Против россиян вводили санкции за события на Украине. И фамилии у них какие-то странноватые. Ковальчук, Ротенберг, Тимченко. Типичные москалии. И за якобы вмешательство в выборы. Мол, с давних пор на Трампа, что прилетал когда-то в Москву, у России компромат. Я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Обвинение президента действующих в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я вот сегодня с ним уже на счет разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни со представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны. У нас 2000 сотрудников администрации. 2000. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Иногда, впрочем, Путину приходилось подчеркивать, что он именно шутит, потому что политический градус достиг такой степени, что шутки в США понимать перестали. Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них цап-царап. Задешево купим. Я пошутил, только сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем не обязательно. В такой же форме Путин объяснил, почему Россия в нынешних условиях просто обязана развивать армию и флот. У бывшего офицера, значит, сын приходит к нему, и он сына спрашивает, сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Я не видел кортика. Он говорит, пап, не ругайся. Я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы. Он говорит, ну покажи. Посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь, добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут. И ведь в каждой шутке действительно лишь доля шутки. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Но в большой политике всегда множество ситуаций, когда смеяться нельзя, даже если вроде бы сдержаться сложно. Вот один из военных так старался открыть перед Путиным заклинившую дверь, что буквально с корнем вырвал ручку. Выражение лица начальника Динштаба стало лучшей иллюстрацией произошедшего. Или вот диалог, произошедший несколько лет назад. Министр сельского хозяйства рассказывал, как иностранные производители агрессивно захватывают новые рынки сбыта свинины. Индонезия, части Япония, Корея и так далее. Индонезия, свинины. Хорошо. Южная Корея. Роспроизводство – это результат увеличения. Какая разница? Во время большого визита в Японию Путину точно не предлагали свинины, но предлагали искупаться в горячих источниках. Что вы успели попробовать, а может быть даже испробовать на себе? Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику. Он называется, это сокен местного производства, называется Восточная Фросавица. Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру. Где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Каковы источники вашего богатства? Это правда. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции. И я богат тем, что народ России доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Я считаю, что это самое большое моё богатство. Павел, что нас ждёт на следующей неделе? Будет много внутренних событий. Большое спасибо. Великолепный сюжет. И ещё раз хочу вас поздравить с замечательным интервью. На этом я с Павлом прощаюсь. А с вами нет, дорогие зрители. Увидимся в программе «Воскресный вечер» сразу после небольшой паузы. Продолжение следует...